Я been sitting here for days! Start the damn house before I piss myself! кипер в моргульской же версии она называется хранитель подземелья только я сразу хочу вас предупредить что эта игра не для простого ума поэтому чтобы вам продали игру нужно предъявить диплом о высшем образовании который поможет вам получить ворк 5 адекватные и абсолютно разумные работники из ворк 5 помогут тебе не получить в пиздак от препода за ничего не деланья нужна дипломка сделают скоро контроши по матише помогут нужно написать курсач на тему рэпер и флатулист кого лучше послушать странный запрос но и с этим помогут за многолетнее существование компания помогла множеству юных умов окончить универ и получить диплом знаете где эти ребята теперь за границей а по промокоду baby 44 ты можешь получить 20 процентную скидку так что если не хочешь и дальше оставаться в россии сидя на шее у своей маман отъедая жопу и попёртывая в комментариях на лентаче то ворк 5 это то место где все твои мечты сбудутся нужно только заказать работу и не завалить сессию ленивый ты мешок с гаворк 5 ссылка в описании к видео дан джон кипер вышел из-под пера студии bullfrog и лично питера мулинье в далеком 1997 году на доисторической системе работающий по секретным технологиям древних прото-угров сейчас же в наши светлые и добрые времена эту игру можно запустить лишь через эмулятор под названием dosbox ну что ж давайте так и сделаем в первую очередь мы видим вступительный ролик в котором очередной дебил рыцарь насмотрелся супер суса и решил испытать удачу войдя в какое-то темное подземелье где он встретился с подземными фашистами которые сломали ему его лучезарный лик очень воодушевляющий ролик сразу дает понять с чем мы имеем дело в этой игре есть своя собственная компания в которой на самом деле толком нет сюжета если быть максимально кратким ваша задача захватить все эти земли и в конце дать сапогом промеж булок аватару из ультимы вот и все проработка глубины и деталей где-то на уровне metal gear solid 4 так что лучше поговорим за самое важное в данной игре геймплей стоит нам начать игру как нам показывают сердце подземелья это главный движок вашего будущего королевства и если его поломают враги то ваш дан джону мгновенно скосплеит россии 2025 года теперь нам надо копать копать и еще раскопать выделяем участки земли и наши работники импы мигом побегут глина месяц во славу подземного рейха кстати вот эти желтоватые участки земли это золотые жилы если хотите построить личный данжон с блэк джеком и аниме то вам понадобится очень много денег и так уж вышло что тут нет механики налогов ведь игра позволяет нам быть злодеем а не мразью освободив достаточно пространство можно начинать строительство помещений строим небольшую сокровищницу спальню харчевню с петухами и напоследок кроем путь до портала из которого и будут поступать будущие жители слэш вахтовики которые придут на манящие слухи о нашем процветающем царстве вдали от блюды тройны правда особо не надейтесь на мгновенный приход высших чинов из темной стороны силы первым вашим жителям будет муха но не спешите отчаиваться ведь к ней за компанию придет жук потому что далее на вас нападут первые представители светлых сил гномы правда они мгновенно будут покусаны в ляжке жучьим опг который только и ждет чтобы какой-нибудь любопытный ансаб заскочил сюда на огонек следом за гномами придет рыцарь сияющих доспехах который также быстро превратится в кучу крови говна и блевотины прямо как после случайной ночной встречи с бандой сексуально настроенных фуриёбов и все на этом обучение и водный курс в руководство подземельем закончен а дальше что спросите вы а все просто дропаете ваш нынешний данжен и переходите в следующий уровень где делаете все то же самое но с новыми видами помещений жителей и врагов а также кучи рофлов например вы можете построить качалку вашим жителям где они будут превращать себя высокоуровневых мутантов которые помимо мощной мускулатуры еще и обладают разнообразным арсеналом способностей таким образом на десятом уровне прокачки какой-нибудь ваш жук будет выглядеть вот так следом на слухи о вашей качалке будут приходить демонята которые жесть как любят качаться однако по достижению максимального уровня они превратятся в драконов которые будут проводить все свое время читая библиотеки иойную мангу тем самым поднимая общий культурный уровень кстати о библиотеках ваши большие и забитые книгами читальни мигом приманят колдунов и сколково которые будут проводить научные исследования открывая новые типы построек и что самое важное еврейские заклинания да да вашем арсенале есть разнообразные спеллы способны принести не меньше рофлов единственное что огорчает это то что на их трату уходит не мана а золото так что особо не шикуйте вместо того чтобы кинуть какую-нибудь молнию во врага лучше дайте вашим демонятам разобраться самим с врагами которые по своей тупости решили напасть на донжон через качалку моим любимым бесплатным заклинанием является вселение благодаря которым мы можем проникнуть голову любого из наших жителей и управлять им в этот момент игра превращается в ёбнутый шутан от первого лица стоит также подметить старания разработчиков так как каждый житель видит мир совершенно по-разному и у каждого есть свое собственное имя мы даже можем селиться в петуха правда им управлять не имеется возможности и все что мы можем делать это наблюдать как он клюет зерно и делает вид что разбирается в играх с ростом вашего подземелья вам рано или поздно откроется замечательная постройка завод и сразу же на запах железной стружки и канифоли придут работяги которые во славу подземного фюрера будут мастерить двери и разнообразные ловушки которые помогут в обороне от назойливых воинов света правда было бы враньем если бы я сказал что наша задача это лишь заниматься менеджментом нашего царства и обороны от добряков о нет нет нам периодически придется нападать на базы света и тут внимание других хранителей подземелий да так уж вышло что вы не единственный поехавший адский манагер который решил укрыться под землей и вырыл тут свой собственный коммунизм с маленькой жральней и закрытой сокровищницей потому что на поверхности нет друзей отношений и социальных навыков таких как вы тут вагон и целая тележка просто сраный подземный двачь множество хранителей скрыты в недрах этого мира и они желают опиздюлить вас не меньше чем воины света так что вам тут придется нелегко хотя про удачу будет на вашей стране допустим я совершенно случайно раскопал женскую раздевалку который по совместительству является пыточной вместе с ними к нам присоединился новый вид жителей темная госпожа которая любит бить и пытать чисто ради хихишки и хахашки но когда пытать некого она делает ход конем и пытает сама себя воистину разумицы путь бытия и раз уж мы заговорили о пытках то спешу вас обрадовать в этой игре вы можете пытать абсолютно кого угодно допустим ваши импы спокойно копали себе туннель и тут вдруг бац за одной из стенок чилит отряд разъяренных фей которые быстро отправили копателей на тот свет пресс-ф честь несчастных безобидных импов конечно вы можете убить феечек на радость хейтером вингс но если у вас есть тюрьма то можете захватить крылатых в плен а затем закинуть в пыточную камеру где они переживут трули гачи экспириенс о смотрите а вот и маргинал решил навестить наше темное царство кстати если вдруг решите поиграть в эту игру лично то вот вам мой совет рано или поздно вы найдете прямо посреди лавы тюрьму с ббм внутри которого посадила туда российское правительство за то что он так и не сделал видео по космическим рейнджерам и по любимой игре солнцеликова undertale данный вид жителей зовется желчным демоном они приходят к вам через портал лишь в том случае если у вас есть мастерская и большая жральня и поэтому как только мы освобождаем бб и он сразу идет хавать жопки аппетитных петушков а теперь собственно ради чего я и начал этот рассказ когда ваши негодяи вместе с этими жирафуфелами пойдут в атаку то вселитесь в одного из них и вы окажетесь прямо в гуще битвы которая окружена огромным облаком капустно-сырного пердежа исходящего от ехидных толстячков да да это ключевые их способности которые они получили обучаясь деревне скрытой оболонин истинное явление битвы категории g хотя можете не париться и кинуть бб в пыточную за то что он так и не сделал видео про мгс 2 но и наконец-то мы с вами подбираемся главному аспекту данного шедевра фанаты игры уже понимают про что а точнее про кого я собираюсь вам поведать среди чертежей ваших построек есть чертеж на строительство храма после того как вы соберете дань на это чудо света вы имеете возможность закидать туда ваших жителей в жертву тёмным богам и смотреть что будет но если кинете туда бабу работягу и жиробубеля то темные боги дарует вам самого поехавшего и конченого жителя этих подземных земель рогатого жнеца начнем с того что этот замечательный индивид поехавший и крайне агрессивный да он неплохо справляется с убийством рандомно зашедших к вам врагов но помимо этого он неплохо справляется с убийством ваших жителей а еще свободное от ремпейдж время он любит почилить своем кресле и полистать электрик ретард а увы я вижу вы культурный микрочелек конечно вы можете построить для него отдельные комнаты с едой сокровищницы спальни и закрыть за дверью чтобы он никого не убил но есть более дешевый и верный вариант закинуть ублюдка в подземный гулаг и швырять противников когда они к вам заглядывают вот что я называю human resources по иудейски или же вообще можете вселиться в рогатого и спокойно бегать по этим прекрасным подземельем а затем кинуть ублюдка в камеру пыток чтобы жизнь медом не казалось как же прекрасно быть хранителем своего собственного данжона я настоятельно рекомендую вам поиграть самим и попробовать себя в шкуре адского начальника который поступает своим подчиненными как душе угодно тем более это одно из творений питера мулинье когда он еще работал студии bullfrog до того как электроник ретард уволили его а саму студию закрыли просто потому что хотя с одной стороны сама студия успела до закрытия сделать вторую часть но уже без самого мулинье была ли она такой же шедевральный или же оказалось только hd поделкой без души и логики это мы с вами скоро узнаем если вы конечно же покажете как сильно любите вашего желчного жрубея а на сегодня все мои дорогие жители подземного рейха до скорых встреч пока а